Вот так выглядит холл любой школы в день сдачи обязательного госэкзамена. А это кадры того же ЕГЭ, но для родителей. Ажиотажа испытания среди старшего населения не вызвала, но больше полусотника голымчан все-таки решились проверить свои силы. По новой роли вы сориентируетесь, организаторы будут с табличками. Это происходит реально на самом экзамене. Мы постарались приблизить демонстрационный ЕГЭ для родителей к тому, что будет происходить на реальном экзамене для детей. То есть родители будут выполнять задания также в бланках специальных, которые отведены для работы ЕГЭ. Главная цель организаторов – показать родителям в слове ЕГЭ нет ничего страшного. Я сегодня пришла как родитель выпускника 11 класса. Вот первой школы родители, я считаю, должны прочувствовать вот эту всю ответственность единого государственного экзамена. У Ларисы Спиридоновой две дочери. Старшая учится в 10 классе, скоро ей предстоит сдать ЕГЭ. Женщина считает, что после таких испытаний родителям проще помочь своим детям без проблем сдать экзамены. Время меняется, программа меняется, требования совершенно другие. Мы учились в обычной традиционной школе, и, естественно, экзамены у нас сдавались по билетам. Но мы уже заранее знали на них ответ. Нам было легче. Кимы с заданиями только по русскому языку. Причем исключена часть С – эссе на заданную тему. В остальном экзамен для родителей схож с ЕГЭ для школьников. Инструктаж, ничего постороннего на столах, попасть в аудиторию можно только по паспорту. Обещали даже удалить из аудитории, если заметят шпаргалки. На выполнение дается два часа после два варианта. Либо забрать решенный вариант домой, чтобы самостоятельно проверить и разобрать с ребенком, либо сдать на проверку. Результаты появятся на сайте Межшкольного методического центра. Правда, в зашифрованном виде. Павел Евдокимов, Алексей Николаев. Специально для новостей.